Обзор на турецкий парк развлечений Lands of the Legends. Этот парк неплохо распиарили, и мы решили съездить и посмотреть. Билеты мы покупали онлайн, и два билета нам вышли в 120 долларов. На входе нам выдали вот такие вот электронные браслеты, которые вы носите на территории всего парка. На эти браслеты вы можете положить деньги, и это очень удобно, потому что вы можете расплачиваться ими во всех барах, и не нужно носить с собой деньги. Территория парка делится на две части, на аквапарк и на классические аттракционы. По всей территории парка очень много лежаков, где можно расположиться, но на главном пляже есть вот такие вот прикольные шкафчики с ключиком, в которых вы можете оставить ценные вещи. Но большой минус, что нельзя взять полотенца, если вы приехали без них в аренду. По всему парку большое количество исключительно детских зон с маленькими горками и лежаками для родителей, где веселятся только дети. Также есть зона с весьма лайтовыми горками, но могут возникнуть проблемы с весом, если у вас недовес, вас не пустят. Или если вы ниже, чем метр двадцать. И также есть еще третья зона, где горки уже более экстремальные. Вот на этих горках уже можно, так сказать, почувствовать адреналинчик в крови. Но если честно, все равно я ждала большего разнообразия от части аквапарка. Сама территория парка достаточно большая и очень зеленая. Также в цену посещения входит шоу дельфинов, которое проходит два раза в день. После шоу дельфинов мы пошли кататься на аттракционах. По факту на территории с аттракционами всего три аттракциона, на которых будет интересно кататься взрослому человеку. Но по большей части все-таки аттракционы рассчитаны на детей. Еще в начале поездки мы думали, брать ли нам фасттрекинг. Это такой вип-проход, чтобы не стоять в очередях, который стоил еще 35 долларов сверху. Но у нас получилось весьма удачно проскочить без очередей в аквапарке. И уже в парке аттракционов совершенно не было очередей вообще. По факту в парке всего одна реально крутая горка, от которой у тебя сердечко уходит в пятки. Это вот эта большая сине-зеленая американская горка. Но, как вы можете заметить, желающих на ней прокатиться не то, чтобы было очень много. А еще перед входом на эту горку стоит вот такой вот экспонат, который показывает, что брать с собой на эту горку телефоны не лучшая идея. В целом, что можно сказать про парк? Это было весело, неплохой день, но я ожидала большего. До уровня Диснейленда или Порт-Авентуры парк все-таки не дотягивает. Это весьма неплохой досуг, если вы приехали в Турцию и уже устали сидеть в одном отеле. Но ехать в этот парк, как едут ради Диснейленда во Францию, не стоит. Вполне хватит и одного дня.